Елена прислала множество различных замечаний, дополнений, комментариев и своих мыслей по поводу пятой главы, которую мы проходили в прошлый раз. Я хотел бы, может быть, сначала остановиться на ее вопросах, вернее, главный вопрос, который, я так понял, вы меня, Елена, если что, поправляете. Это то, что книга «За семью печатями» — это книга исполнения всех Божьих пророчеств. И когда мы читаем эту книгу, то мы читаем свиток, с которого Агнец снял печать. То есть вот это была суть, да? Елена, скажите. Да, то есть вот это была идея. Ну, хорошо. Давайте мы попробуем еще раз пройтись по ссылкам, которые вы прислали, для того, чтобы, в принципе, разобраться. Если не возражаете, то есть я прочитаю так письмо, да, и будем останавливаться кратенько на ссылках. Итак, читая пятую главу Откровения, сразу же возникает ассоциация с книгой Иезекииля. Действительно так, да? В первой части пророк видит видение Божьей колесницы три раза. Речь идет о книге Иезекииля. Когда слава Божия приближалась к Иерусалиму, когда покидала храм Божий, оставляя город на уничтожение, да? Исторический контекст – время, когда Бог исполнил Слово Своё о Вавилонском пленении иудеев. Мотив или цель этого пророческого видения – суд над городом, над жителями его и окрест. Пророки Иудеи Зекииля Даниил, ага, цари Иудеи, Ихония Сидетия, царь Вавилон Новохадоносов. Все они являются временными свидетелями Вавилонского пленения иудеи. Бог через пророка Иеремию дает пророческое слово о суде над Иерусалимом, над Вавилоном и над всеми народами. И вы приводите ссылки. Так, ну, понятно, что исторический контекст, да, понятно. Пророки разобрали три раза видения у Иезекииля, да. Пророческое слово через Иеремию дается о суде, ну, скажем так, вот не то, что в этой четкой последовательности, да, что вот Иерусалим, Вавилон и все народы. То есть, речь идет там о многом чем. И, да, о многом, да. То есть, те ссылки, которые вы прислали, вы их, наверное, взяли из пособия? Нет. Нет, по ссылкам, по ключевому словам в электронной пепле. То есть, вы проходили по ключевым словам, да? Ну, просто, да, потому что ссылки я посмотрел, ну, скажем так, они, скажем так, не лучшие ссылки попались, потому что есть он более яркий, например, некоторые, да, то есть, да, Иеремию, вот, ага. Отпечатываю вот эти все ссылки, которые я нашла под книгой, по свиткам и по книгам. А потом плюс то, что, как бы, уже проходило откровение, и зная Даниила, по пособиям проходили Даниила. И считаю, что эту книгу обязательно надо связывать в последние дни Даниила. Да, давайте мы сейчас, да, мы, вот, например, ссылки, которые вы прислали из Иеремии. Кратенько мы на них посмотрим. Иеремия 32. Иеремия 32. То есть, в этом мы и прелесть совместного изучения, что некоторые ссылки, например, я бы взял другие, да, но вы нашли вот эти, то есть каждый человек, он может найти что-то такое, что другие не видят. Давайте мы прочитаем. Прочитайте, Елена, если у вас открыто. А там, с какого расслабляет? Иеремия 32. Мы написали... С 31 по 44 стих. И как, сейчас, как 4. И как вы, для этого дела моего, как я роскою, существовал город Стейн. Самый вот метод, кроение, до сего прям, чтобы я, отвергленно, самым. За свой способ молодые братья, которые были, какой они, под неумерен, не делали. Они, зарей, и внедя, и священники, и голодные, мужи, и делали, и жители его за ним. Они оборотились там с кем-то, и в конце. Когда я учил, с раннего утра учил, они не хотели принять на старт. И в дом, в основном, в чем-то время поставили мельцы, с кем-то, и построили. В начале утра учил, которые были, строили, как пищевали, за ними свои и так далее. И, да, чтобы проводить жизнь, закончили обительство, и жили свои. То здесь описываются грехи, которые от них делаются. Вот, в городе. И однако же ныне, как говорит, для сих пор, Бога, и в этом городе, в котором вы, кто вы, он придает, потрудиться и его демонстрирует. И вот я заберу их из тех штраф, которые, изданавливают в вагне, и в ярости в велика в негадование, и возвращаю их на место себе, они будут моим уроком, а я будут Богом. И дам одно взятие, а ты, чтобы творить, по степени жизни, во благостоянном, во благотипе, на заключительный новый проект, по которому я не отдачусь, от них, чтобы говорить, или не странно, предложу сердца, потому что они для него говорят, и буду радоваться. Или большой текст, потому что он будет. В тексте, в этом отрывке, который Вы выбрали, фактически две части. Первая часть говорится о наказании, вторая часть говорится о благословении, о том, как люди будут изменены и так далее, что Бог будет о них заботиться и все прочее. Насколько это относится, например, к книге Откровений? То есть, понятно, что все пророческие книги, они так или иначе связаны друг с другом. И некоторые моменты, которые мы видим, например, происходили в прошлом, даны нам как образы для того, чтобы мы могли понять, что произойдет в будущем. То есть, например, тот суд и та мерзость запустения, которое происходило две тысячи лет назад, мы знаем, что будет еще та, о которой Иисус Христос говорил. Тем не менее, у меня есть только небольшая претензия в плане чего. Пророк Иеремия не говорит о четкой последовательности, что мы наказываем Иерусалим, мы наказываем Вавилон, мы наказываем все народы. И вот это и есть суд, главный, конечный суд. Ну, не совсем. Больше речь идет о контексте как раз вот этого Вавилонского пленения, о том, что именно Израиль будет как бы в плену, и Вавилон падет, и все народы соберутся там на войну и так далее. Насколько это относится к последним временам, мы сейчас можем рассуждать по этим ссылкам только с натяжкой. То есть мы не можем взять вот так вот и сказать, что да, вот это вот относится к последнему времени. Да, вот эту вот схему мы можем примерно спроектировать на будущий контекст, то есть на контекст последних времен и большого суда. То есть вы здесь проводите параллель с книгой Откровения, которая вот тоже суд над Иерусаливом, суд над Вавилоном и над всеми живущими на земле. Ну, во-первых, вот эта вот ссылка, которая Откровение 11.8, где Господь распят, да, что вот это Содом и Египет, духовные города, мы понимаем, что речь не идет о физических каких-то городах. Здесь нам нужно знать этимологию слов, то есть Египет это духовная впадина, она переводится словом Мицераим, вот это вот еврейское, впадина, Содом, нечестие. То есть это, это духовное место, где люди внизу, то есть в духовной низости, понимаете, да? То есть... Там вторая же часть, где Господь распят. Да, где Господь распят. Поэтому я связала это конкретно с Иерусалимом. Ну да, вы... Иерусалим, когда говорится о духовных городах Содом и Египет, то наверняка подразумевать нужно и духовный город Иерусалим, правильно? Да, да. Вот, но есть несколько ссылок о том, что Господь распят за пределами Иерусалима, за пределами святого города. Он распят там, где язычники, там, где неверующие люди. То есть не в духовном городе Иерусалиме, не вот в этом Вышнем, да? То есть где сейчас, по идее, должна жить церковь. Господь распят людьми, которые его не приняли. Это и есть Содом и Египет. Это и есть духовный провал людей. То есть там даже вот факт распятия, отказа от Иисуса Христа как Царя. То есть я не вижу здесь четкой параллели именно с Иерусалимом. Тем более, что это, конечно же, не Иерусалим физический. Суд над Вавилоном, да, но опять же Вавилонь, да, вот эта вот блудница, о которой идет речь, это мы опять не можем подразумевать под этим какой-то физический город, что это вот будет город там в Персии, да, там где он там географически. Это опять же, вы знаете, нужно знать этимологию. Вавилон означает смешение. То есть там смешение всего-всего. То есть люди готовы заниматься чем угодно. Будет суд, написано, что вот эта вот блудница, то есть она каким-то образом связана с людьми, которые исповедуют христианство, потому что рано или поздно будет сказано тем, которые находятся в их среде, что народ, что выйдите из среды ее, чтобы вам не быть сообщниками в ее делах и так далее. Я предлагаю, мы сейчас пока не будем забегать в семнадцатые и шестнадцатые главы и разбирать подробно, кто такая Вавилонь, потому что лучше изучать последовательно. Тогда мы будем уже владеть некоторыми образами, и нам будет проще. О том, что в Откровении 3 глава 10 стих, говорится о суде над всеми живущими на земле. Мы понимаем, что будет суд над всеми живущими на земле. Но я бы взял, например, не этот стих. Почему? Потому что 10 стих 3 главы он говорит об испытаниях, он не говорит о суде. Он говорит, что каждому человеку на земле предлежит испытаниям. И Бог говорит Иоанну о том, что тебя я от этих испытаний избавлю. То есть, не совсем четкая ссылка. Но тем не менее, мы знаем, да, действительно над всеми живущими на земле будет суд. Мы не можем взять вот эту четкую параллель из книг, из ссылок вот этих вот Иеремии, и связать ее вот с этими ссылками. Понимаете, да? То есть, четкой параллели здесь нет. Здесь есть много похожих моментов. Можно как бы это развивать. Но не будет вот такой четкой последовательности. Бог, значит, осудил Иерусалим, Бог осудил Вавилон, и потом там все народы. Ну, подождем пока вот с этим заключением. Насчет Даниила. Конечно же, книга Даниила, она использует множество, книга Откровения, вернее, использует много образов из книги Даниила. И поэтому мы можем предположить, что Иоанн, когда писал Откровения, он определенно, совершенно определенно использовал какие-то, опирался, скажем так, в описании образов, на книгу Даниила. То есть, мы можем искать параллели. Насчет параллели, именно вот 9 глава, 24 стих, о которой вы говорите, что он сообразил там 77 и так далее, и тому подобное. Насколько мы можем проецировать это на последние времена? То есть, очень много, вообще говоря, известно домыслов и спекуляций на эту тему. Люди считают, что это за седьмины и так далее, да? Вот. Есть определенные, ну, сложившиеся традиции, да? То есть, какие-то определенные конфессии, они приняли какое-то толкование там, и на базе него там размышляют о том, когда должен быть конец света. что я вижу, например, в Данииле, в 9 главе. То есть, я поделюсь своими мыслями, вы посмотрите, то есть, насколько это, можете согласиться, может нет. То есть, говорится о том, что 77, то есть, мы не будем там заострять внимание, то есть, это 490 лет, да, фактически. 7 раз по 70. С момента того, как выйдет указ там, я точно не помню. Ну, вы знаете, помните, помните, да? Об устройстве Иерусалима. Да, то есть, да. Об устройстве Иерусалима должен выйти указ. С этого времени начинается вот этот отсчет 77. И эти 77, они расписываются на ряд событий, которые должны произойти, да? То есть, во-первых, кому они определены? Написано, что для тебя и твоего народа. То есть, говорится, Даниилу. То есть, для народа, которому принадлежит Даниил. Даниил какому народу принадлежит? Принадлежит к евреям, к ветхозаветным. Дальше мы читаем, что в это время должно произойти. То есть, должны быть заглажены беззакония, покрыты грехи, да? Потом, значит, у нас приведена, написана правда вечная, запечатаны в видении пророк и помазан святой святых. То есть, вот основные события, которые должны произойти в течение вот этих вот 77. То есть, если мы попробуем разобрать по времени, то есть, написано, да, что в дальнейшей стихе 9 глава 25 стих написано, что 69 седьмин, да? Ну, 7 плюс 62. До Христа Спасителя написано, да? Потом утвердит завет. Для многих написана одна седьмина, которая разделяется на две части. Она заключает завет, и в половине этой седьмины наступает мерзость запустения. Так, у меня доски, к сожалению, жена забрала. Нет доски. Ну, давайте тогда так вот себе представим временной контекст. То есть, 69 седьмин проходит, появляется Христос. Одна седьмина остается. Сколько Христос проповедовал? Три с половиной года. Три с половиной года. То есть, вот это вот и есть половина этой седьмины, да? Заключила ли эта последняя седьмина завет для многих? Не для всех, но для многих. Заключила. То есть, в течение этих последних семи лет заключился вот этот вот завет. Что у нас там еще дальше? Был ли в течение вот этих вот 69 седьмин помазан святой святых? Кто святой святых? Сам Христос. Когда, в какой момент случилось Его помазание? Помазание мы видим в Данииле. А в какой момент в Новом Завете случилось помазание Христа? В Новом Завете в Откровении Иисуса? Не совсем. Давайте вспомним, в какой момент Иисус Христос... Наверное, когда Дух Святой сошел, когда Иоанн крестил его. Да. То есть, момент крещения Иисуса Христа. То есть, вот на этом закончились как раз 69 седьмин. В момент, когда Иисус Христос крестился, началась последняя седьмина. Три с половиной года. Вот эти вот. Как это так? Последняя седьмина и три с половиной года? Да. Нет. Последняя седьмина и в половине седьмины мы читаем, да, что наступит мерзость запустения. Но эта последняя седьмина, она должна заключить завет для многих. То есть, в течение последних вот этих вот семи лет мы знаем, что в половине было как раз вот... Мерзость запустения. Да. Мерзость запустения. То есть, распятие Иисуса Христа и так далее. То есть, именно в этот момент для израильского народа, не для христиан, для израильского народа наступила мерзость запустения. Для народа, к которому относился Даниил. То есть, пророчество вот это вот сбылось. Да, оно уже сбылось. Да, оно уже сбылось. Для народа Даниила. То есть, смотрите, покрыто ли преступление, запечатано ли грехи, заглажено ли беззаконие? Заглажено, покрыто, запечатано искупительной жертвой Иисуса Христа. Приведена ли правда вечная? Кто есть правда вечная? Бог. Правда. Правда, Божье Слово, правильно, это и есть сам Иисус Христос. Она была приведена. Вот правда вечная открылась людям. Помазано святое святых. Крещение произошло. Прошло ли заключение завета для многих? Прошло, да. Иисус Христос заключил завет в момент своей вот этой вот жертвы, да. И когда вот они перед жертвой еще принимали хлеб, вино, он говорил, что это завет домой, в моей крови. Наступила мера за запустение. То есть, ну, все вот эти вот события, они, в общем-то, прошли. Насколько вот эту вот схему мы можем относить к книге откровений? То есть, понятное дело, что события, которые произошли с Иисусом Христом, две там тысячи лет назад, да, они будут иметь параллель к тому, что будет происходить в дальнейшем с церковью. То, что произошло с Христом, должно будет произойти с церковью. То есть, от церкви ничего не должно остаться будет. Это мы увидим, когда будем сейчас разбирать вот эти последующие главы откровений. Но говорить, например, о том, что 77 каким-то образом относятся к новозаветному периоду, то есть, периоду после распятия Христа, но это небольшая натяжка и, то есть, ну, такая как бы, я не вижу этому никаких подтверждений совершенно. То есть, мы не можем узнать, что вот, например, эти 77 как-то относятся к книге откровений. А я не говорю, что 70 сетев мимо. У меня никакой мысли даже не было. До Христаши, до Христаши, до Христаши, до 17. Да. Там же написано, и не будет, и не будет. И во второй час он говорит о том, что откроется человек репат, как только будет взять удерживающих. Да. Откроется человек репат. Вы разбирали уже этот образ, кто есть удерживающих. Ну, насколько я помню, Дух Святой. Дух Святой. Если Дух Святой забирается из земли, как вы считаете, будет ли хоть один христианин на земле, будет в этот момент? Без Духа Святого. Вы не считаете, что Дух Святой? Ну, там не написано, там написано «удерживающий теперь». Ну, и течение показывает, что это Дух Святой. Церковь, когда будет забрана, и весь Дух Святой заберется? Ну, да. Я так представляю, как магнит большой. Магнит вытащит весь Дух Святой. Магнитики пойдут. Давайте мы не будем пытаться сейчас разобрать вот этот образ, если тем более у нас не совсем согласие, да? Потому что нужно смотреть параллельные ссылки на этот момент. Вадим, что-то я немного не поняла. Я так вижу, что до креста 69 седьми, между стенами, леченая Даниила, она еще не произошла, потому что нет еще великих Даниилов, великих скорбей. Скорбей, в котором написано, в ответ, что не возвращайтесь, вот как вы видите между стенами, не возвращайтесь. Но это же для израильского народа написано, правда? Вот сейчас, вот это вот я и хочу разделить. Здесь, Елена, смотрите, чтобы не было каши в голове. То, что было сказано Даниилу, оно относится к Даниилу и его народу, к народу Израиля. И это пророчество уже сбылось. Израиль отказался от Христа. И в Израиле была мерзость запустения. Подождите, вы хотите сказать, что есть великая скорбь для них уже была? Подождите чуть-чуть. Какая великая скорбь? Мы пока разбираем книгу Даниила. Теперь смотрите то, о чем говорит Иисус Христос. Иисус Христос говорит о будущих событиях, о событиях последнего дня и о том, что есть определенная параллель в будущем с той мерзостью запустения, о которой говорил Даниил. То есть люди еще раз полностью откажутся от Христового учения. Это произойдет. Будет большое отступничество и не останется ни одного верующего человека. Это будет уже мерзость запустения, о которой говорил Иисус Христос. То есть уже не Израиль отрекся, а весь мир отрекся. То есть мы можем находить вот эти вот параллели. Но конкретно, например, 9 глава книги Даниила, она говорит о пророчестве Израиля. Пророчество об Израиле – это прообраз того, что должно случиться в будущем со всеми людьми. Об этом говорит Иисус Христос. Было уже, все эти 69 седьмин прошли. Был помазан святой святых, момент крещения Иисуса Христа. Заключен был завет для многих и так далее. То есть вот эти 77, они прошли. 77 никак не относятся к книге Откровений. А вот схема, по которой люди откажутся от Христа, откажутся от Духа Святого, который сейчас удерживает, откажутся от всего того, что называется Богом – это произойдет, да. То есть это то, о чем говорит Иисус Христос. Вадим, церкви уже не будет. Церкви не должно быть. Если Духа Святого на земле нет, то какая церковь? Церковь не может существовать без Святого Духа никак. Давайте мы опять же, если нет согласия по поводу того, кто такой удерживающий теперь, будет ли взята церковь или не будет взята, останется ли кто-то верующий или не останется. То есть мы можем этот вопрос поставить, записать себе и потом мы можем к нему найти параллельные ссылки. Тем более, что дальше мы будем проходить, когда книга Откровений, нам там все станет понятно. Вся тема очень хорошо раскрывается. Просто, опять же, чтобы не забегать вперед. Теперь, вопрос о том, что, наблюдая за событиями от 4 до 22 главы Откровения, мы читаем ту самую книгу, с которой Агнец снял печать. Этому заявлению противоречит сама 5 глава. Потому что, вы можете там прочитать, что не было ни одного ни на небе, ни на земле, кто мог бы читать эту книгу. В какой момент Агнец снимает печати? Снял ли он печати в прошлом, в настоящем или он снимет их в будущем? Если мы посмотрим, что 24 старца уже одеты в белой одежде, что происходит вот этот вот момент, когда Агнецу дают, воздают всю славу, говорят, что он достоин и начинать вот этот суд и так далее. Я вижу в этом, но, опять же, это мое мнение, оно может быть и неправильным, думайте сами, что речь идет о последних событиях, о том, когда времени уже не будет. Это последний день, то есть это будущее событие, это не сейчас, это не в прошлом, это в будущем. То есть Иоанну показывается видение того, как будет происходить Божий суд над землей в будущем. Это не во время, когда Иоанн находился на острове Патмос, это не сейчас, и это не в прошлом, когда Даниил, скажем, там было что-то сказано, да? Мое мнение, то есть я вот толкую образ о книге «За семью печатями» – это та книга, в которой скрыта вся правда. Там, где запечатаны все грехи, где написаны обо всех беззакониях и так далее. То есть в определенный момент все то тайное, что сейчас есть, оно должно стать явным, и оно именно в этой книге записано. Это и есть книга жизни, это и есть книга, в которой все написано так, как оно есть. В тот момент, когда мы столкнемся вот с этой вот великой правдой, и наступит суд, суд не может наступить до тех пор, пока правда скрыта. То есть мы видим, что начиная с пятой главы, когда открывается запечатанная книга, то начинается суд над людьми. Все последующие события, они начинают говорить о суде, о том, как людям становится, скажем так, плохо от того, что вот эта книга открывается. Кому-то плохо, кому-то кто-то, наоборот, надеется на то, что побыстрее это все произошло и так далее. Тем не менее, если у нас нету согласия по тому, что обозначает книга за семи печатями, что это сейчас получается выговорить о том, что книга за семи печатями – это и есть книга откровений, да? Ну, как бы мы можем поизучать эту тему еще более подробно в дальнейшем. Хорошо. Давайте мы продолжим читать дальше. Продолжим читать и будем смотреть. То есть если у нас возникают еще какие-то вопросы, то будем возвращаться и пытаться выстроить более такую глубокую, более полную картинку. То есть мы понимаем, что до конца всю правду нам, увы, к сожалению, нашими занятиями не раскрыть, не все образы открыты, не все образы мы правильно истолкуем, не все как бы у нас будет абсолютно понятно. Но мы можем заглянуть глубже. То есть то, на сколько мы можем заглянуть, давайте стараться. Хорошо. На чем у нас закончилась пятая глава? Да, мы ее дочитали. Ну, там, да, то есть вы помните, что вышел Агнец, да, начали петь старцы и животные песню, да, что достоин Агнец взять всю честь и славу и благословение, да. Да, четыре животных говорили Аминь, двадцать четыре старца пали по планили, живущими во веки веков. И мы видим, что этих старцев там и ангелов, и их тему-тему и так далее, да. Хорошо. Дальше шестая глава. Шестая глава, то есть, говорит как раз вот о событиях снятия печатей. Давайте будем читать. Прочитаем сейчас, пока что, с первого и по восьмой стих. Прочитайте, как готов. Хочешь? Хорошо. И я видел, что Агнец снял первую из семи печатей, и я услышал одно из четырех животных, говорящие как бы громовым голосом, «Иди и смотри». Я взглянул, и вот конь белый, и на нем садник, имеющий лук, и дал ему венец. И вышел он как победоносный, чтобы победить. И когда он снял вторую печать, я услышал второе животное, говорящие, «Иди и смотри». И вышел другой конь, рыжий, и сидящему на нем дано взять мир с земли, и чтобы убивали друг друга, и дал ему большой меч. И когда он снял третью печать, я услышал третье животное, говорящие, «Иди и смотри». Я взглянул, и вот конь вороны, и на нем садник, имеющий меру в руке своей. И слышал я голос посреди четырех животных, говорящий, «Хеникс пшеницы за Динарией, три хеникса, и чпеня за Динарией, лея же и вина не повреждает». И когда он снял четвертую печать, я услышал голос четвертого животного, говорящий, «Иди и смотри». Я взглянул, вот конь, конь бледный, и на нем садник, которому имя смерть. И Ант следовал за ним, и дана ему власть над четвертую частью земли, уменьшляет мечом и голодом, и мором, и зверями земные. Итак, мы видим здесь ряд параллелей, то есть четыре животных, четыре всадника, у каждого из всадников по орудию, то есть четыре определенных орудия, и четыре цели. Сняты при этом четыре печати. Первая печать. У нас конь белый, лук в руках всадника, цель победить, да, то есть венец имеет вид победоносный, чтобы победить. Вторая печать. Получается, конь рыжий, ну или в другом переводе конь огненный, да, в руках меч, уже а не лук, цель забрать с земли мир, да, чтобы люди начали друг друга убивать. Третья печать. Вороной, вороной какой-то конь, черный, да, в руках у всадника мера. Мера – это как весы, да, то есть как что-то, чтобы отмерять, да, и цель его какая, этого всадника, как вы думаете? В общем, будет голод по хлебу, а елея и вина будет достаточно. Пшеница и хеникс – это будет непонятно дорого столь. Да, то есть вы знаете, что хеникс, ну это что-то порядка литра одного, да, чуть больше одного литра. Динарий – это цена достаточно высокая. Большая. Да, то есть этому всаднику задача его управлять, скажем так, как какой-то вот торговли, да, или какими-то оплатой чего-то за чего-то, да, то есть вы считаете, что это связано с голодом, да, Елена? Да. Да. То есть будет много подсолнечного масла и вина, но не будет, будет ничего есть, да? Не, будет что есть, но это очень дорого столь. Вот так вот я читаю, прям, прямо. То есть вы взяли вот такое буквальное как бы толкование всех. Буквальное. Да, понятно. А есть у вас в пособии ссылки какие-нибудь параллельные к этому стиху, что-нибудь раскрывающее? Ничего нет? Нет. У нас таких вот образов и прочее как бы особо бы не останавливались. Особо не останавливались, да? Смотрите. Пшеница, ячмень, вино и елей это четыре образа, которые встречаются на протяжении всей Библии очень-очень часто. И очень часто они встречаются вместе, рядышком. То есть, например, вот у меня стоит ссылка параллельная второй параллельный, например, 10-я, 15-я глава. То есть прямо четыре вот эти вот хеникс, пшеница и... ой, хеникс, говорю. Пшеница, ячмень, вино и елей. Для того, чтобы понять, какой смысл заложен во всех этих четырех образах, нам придется разобрать, друзья, очень большое количество параллельных ссылок. Вот. Ну, не томите, говорите сразу. Ну нет, сразу, понимаете, проблема в чем? Если мы не смотрим параллельные ссылки, и мы не хотим изучать и углубляться, то нам говорит уже не Бог, а нам говорит какой-то истолкователь, у которого какое-то свое понимание. Понимаете, в чем дело? Понимаю, как Оля, да. А это... Не знаю, как это, как Оля, но когда вы задаете такое сознание, я теряю покой. Я ищу копать, ничего не понимаю, пытаюсь это склеивать. Это ужас какой-то. Но сознание меняется в это время? То есть, когда вы размышляете над Божьим Словом, ваше же сознание меняется, мы же для чего встречаемся? Для того, чтобы... Несколько меняется, и сколько меняется, а сколько добавляется следующими фактами, которые очень трудно сложить в какую-то систему. Вот и сижу. Проблема в том, что если мы, например... Сейчас, извиняюсь. Если мы будем... Сейчас. Если мы будем толковать эти образы буквально, то нам в дальнейшем станет очень много чего непонятно, например, почему Иисус Христос отдавал для причастия своим ученикам вино и хлеб. То есть, нам будет это непонятно. Почему нужно человека мазать елеем, когда он заболеет, как Павел говорит в послании Аква, помните? То есть, вот это нам все станет непонятно. Почему нужно было приносить вот ефод пшеничной муки и там два ефода или там несколько ячменной, да? То есть, в книге Левит будет непонятно. Дело в том, что речь не идет вообще говоря о еде. Совсем. То есть, это точно так же, как когда рассуждаются об пастухах и овцах, речь не идет вообще о животных и о том, как нужно заниматься скотоводством. Понимаете? Речь идет о плодах веры, об определенных духовных достижениях и определенных духовных, ну, скажем так, высотах, да? То есть, давайте вкратце. Вкратце, да? То есть, пшеница это у нас хорошая пища. Это у нас чистая пища, чистое понимание. Его нужно перемолотить. Этим занимаются валы молотящие. Это учителя. Они делают муку и пекут пресные лепешки. Пресные лепешки это учение без закваски, то есть, которое взято чисто из писаний. Есть с закваской, когда это уже смешано с какой-то там идеологией, скажем, там, из мира, из какой-то культуры или еще чего-нибудь. Это уже квашеная, то есть, оно там может закваску там какую-то содержать. Ячменная мука отличается тем, что она еще не такая ценная. То есть, это менее, скажем так, качественное учение. И можно питаться духовно людям, но оно еще вот такое, знаете, некачественное, скажем, не такое, как пшеница. Елей это образ Духа Святого, это образ понимания того, что есть вообще Бог, то есть, знание Бога личное. Очень много людей, елей это Дух Святой. Поэтому помазывают Духом Святым, наставляют на Царство, то есть, помазанники елеем, это люди, на которых сошел Дух Святой. Вино это символ радости Нового Завета. Не только Нового, но вообще Завета с Богом. Вино символ радости. То есть, мы заключаем, мы можем радоваться, любить друг друга и так далее. Все это под образ на вина. Все эти образы, мы сейчас на них не будем останавливаться, как бета. То есть, мы сейчас пройдем в шестую главу, и потом мы вернемся к ним, и будем смотреть все-все-все параллельные ссылки. Ну, не все, конечно, это нам придется в суде, но главные такие ключевые параллельные ссылки на каждый образ. И за что здесь Бог заплатит? Кому, как и сколько. Теперь смотрите. Перевод вот этот «Елей же и вина, не повреждай». Мы видим, опять же, переводчики исходили из буквального толкования, поэтому они написали слово «повреждай». Если вы посмотрите морфологический разбор вот этих вот слов, да, «вино» и «масло», вы увидите, что они стоят в винительном падеже в греческом переводе. Я пользуюсь вот этим BibleZoom.ru, очень хорошая программа, показывает, в каком падеже, то есть, какой род и так далее, какие греческие слова. Вот. То есть, я бы предложил свой перевод вот этого текста, то есть, «Вина и…» вернее, как «Елея и вина, не обижай». То есть, вот это слово «повреди», у него есть второй смысл, «обидеть кого-то», да, и здесь вот два слова в винительном падеже. То есть, мы, когда будем разбирать вот эти образы, мы поймем, что вот это значит концовка этого предложения. Почему он не будет обижать вот этих вот ни «Елея, ни вина», понимаете, да? И он заплатит хорошо за пшеницу и за ячмень. Бог заплатит. Почему Бог заплатит? Потому что голос, который посреди четырех животных сказал, да? То есть, он будет платить вот эту высокую цену за пшеницу и ячмень. Хорошо, давайте двинемся дальше. Седьмой стих. Четвертое животное, четвертый всадник, четвертый цвет, да, бледный, имя, смерть и ад. Что у него в руках? Меч, голод, мор, звери в его руках, да? И цель его – умершлять. Сколько умершлять? Одну четвертую часть земли. Почему одну четвертую? Он один четвертый из четырех всадников, да? Здесь я вижу немножечко параллель вот между этими четырьмя всадниками и четырьмя животными. Вы помните, мы когда обсуждали вот этих животных, хирургинов, да? То мы говорили, что они символизируют цифру 4, оно символизирует четыре стороны света, да? И здесь мы видим тоже, что одна четвертая стороны света, то есть одна четвертая земли должна пострадать. Говорится ли это буквально, что вот мы возьмем население, скажем, планеты, там, 6-7 миллиардов уже у нас, да, и там, одну четвертую берем или нет? Либо это вот говорится образно, то есть мы вот этот вопрос пока оставим. Я не вижу вообще в книге Откровений практически ни одного буквального события. Поэтому, скорее всего, это образное выражение. Что символизирует четыре всадника? Вы нашли какие-нибудь параллельные ссылки к коням, к всадникам? Нет, я помню. В этом завете я вот тоже... А колесник-то вот прям в те четыре эти как-то пришли. Да, да. Я тоже помню. Я искал вот вчера, да, ну, сколько вот у меня было времени, я, к сожалению, не нашел вчера. У меня нет точных ссылок. Но я помню совершенно четко, что где-то оно это есть четыре духа, четыре колесницы от каждого конца земли, да. То есть они... И они прошли по всей земле. Да, они проходят по всей земле. Давайте мы вот сейчас вот этот вот момент, поскольку ни я, ни Елена сейчас точной ссылки мы не имеем, мы поставим вопросы на следующем занятии, мы вот это вот разберем. То есть четыре всадника. Мы понимаем, что речь идет о каких-то духах. Это четыре духа земли. Это то, на чем земля как бы живет. Мы не сможем дать, скорее всего, точное толкование, потому что я помню, когда я еще сам разбирал, то есть я нашел эти ссылки, да, и я смотрел их, изучал. Но нету такого, чтобы прям вот взять и прям совсем четко так, чтобы было написано. Но тем не менее, давайте мы вот этот вот вопрос. Вы, Елена, нашли ссылки? Ищу по ключевому бледный. Нет, я смотрел вчера по слову бледный, я смотрел по слову конь, всадник. Пеги, пеги надо смотреть. Пеги надо смотреть. Я сейчас посмотрю. Давайте попробуем. По-моему, пеги. Может быть, может быть. А это что, нету? Нету? Нету пеги. Ну ладно, отложим. Да, давайте отложим. То есть вот этот вопрос у нас остается, значит, на следующее занятие. Хорошо. Четыре животных сказали, четыре коня с всадниками выехали, четыре орудия будут использоваться, четыре основные цели. Один побеждает, другой забирает мир, да, то есть начинается война, третий начинает платить за то, что, скажем так, люди делали, в дальнейшем мы это разберем, и четвертый начинает убивать одну четвертую часть, как бы просто идет уничтожение. Хорошо, давайте дальше прочитаем. У нас покажется такое поверхностное наблюдение шестой главы. Не будем сильно останавливаться на обозрах. Девятый стих. Давайте я прочитаю с девятого стиха. И когда он снял пятую печать, я увидел под жертвенником души, убиенных за слово Божие и за свидетельство, которое они имели. Вы знаете, где жертвенник находится в данном контексте? Он святой, святый, правильно? Где сейчас находится Иоанн? В духе на небесах. Что он видит перед собой? Святой, святый. Он видит святой, святый. Да, действительно. Он видит там четырех херувимов, он видит Божью эту полесницу и самого сидящего, вместе с Агнесом. Где находится жертвенник? Вы не помните из Езекииля? Вот мы проходили устройство этой колесницы. Это перед святой, ну, перед, ну, как? Нет, не перед святой, а во дворе. Внешний двор, но это когда скини устроено. Не-не-не-не-не. Вот в этой, о колеснице. А о колеснице? А о колеснице между четырьмя животными? Между четырьмя животными внизу, да. То есть там находится жертвенник, там находится уголье. Да. Итак, под этим жертвенником, убиенные за Слово Божие, за свидетельство, которое они имели. Как вы думаете, о ком речь? Слово Божие – это кто? За Слово Божие – за Христа. За Христа. То есть это христиане убитые за Свою свидетельство. Их души, да, мы видим, находятся под жертвенником вот этого вот колесницы святого святых, они убиты именно за свидетельство, которое они имели. То есть вот о ком речь. Речь идет о христианах. Хорошо. Десятый стих. Его запи... Правильно? Это почти буквально. А? Что еще раз? Почти буквально? Ну да. А вы говорили, что это область. Ну, здесь тоже слово христиане буквально не написано. Знаете, сколько можно кривотолков на этот стих написать? На Придумывание. Ну, никто не умрет, никто не отдает жизнь за Слово. Ну, это вот, да. Это вот нужно уже, да. Хорошо. Десятый стих. Десятый день. И возобили они громким голосом, говорим, так моли, владыка святый, не слутишь, не вести живущих, не вести. То есть они, христиане эти, они ждут суда. Они ждут суда и справедливости, чтобы была приведена справедливость. Кому они обращаются? К владыке святому и истинному. Как вы думаете, это Христос или Бог, Отец? Я думаю, что это владыка святый. Ну, учитывая, что весь суд отдал Иисусу, наверное, это Иисус. А вот эта вот молитва, доколе владыка святый и истинный, не судишь и не мстишь живущим на кровь нашу. Я думаю, что это Бог. Почему-то я поставила, что это Бог. Да. Смотрите, Иисус Христос никогда не учил людей молиться Ему, Иисусу Христу. Иисус Христос это Божье Слово. Оно отражает Божественное сознание, но оно не является самим Творцом. Понимаете, да? Бог, Отец это Тот, к Которому направлена молитва. Доколе владыка святый не судишь и не мстишь живущим на кровь за кровь наших. Это молитва. Помните, Иисус Христос учил молиться кому? Отче наш, да? нашему Отцу. То есть, исходя из того, что вот это вот мы воспринимаем как молитву, мы можем понять, что адресовано это не Иисусу Христу, не Агноцу, а адресовано Отцу. Другое дело, что Отец через Агноца будет проводить суд. Хорошо, давайте 11 стих идем. Мне? Да, давайте. Ага, стоп. Белые одежды. Мы этот образ уже разбирали. Никто не будет спорить, что это праведность, да? Что это святость. Сейчас, однажды, чтобы они успокоились еще на малое время. То есть, их души остаются там же. Потому что есть слово еще, да? Хорошо. Дальше. Пока и сотрудники их, и братья их. Скажите, пожалуйста, кто является сотрудниками и братьями этих людей? Такие же, как они. Скажите, пожалуйста, мы с вами являемся этими сотрудниками и братьями? которые будут убиты, как и они, дополняют число. то есть, должно произойти что-то нехорошее для христиан, которые живут. Мы понимаем, что речь идет о братьях, о христианах, о других, да? И они должны дополнить определенное какое-то число. теперь смотрите. Откровение, шестая глава имеет несколько разночтений, несколько вариантов различных переводов. То есть, не один какой-то у нас есть оригинал, у нас нету оригинала, который писал автор, да, или еще что-то. До нас дошли какие-то определенные рукописи. Все эти рукописи в той или иной мере они могут претендовать на то, что они являются оригиналом. При составлении какого-либо перевода или еще какого-либо канона те люди, которые составляют этот перевод, они решают, что взять в качестве того или иного источника, от чего отталкиваться. Так вот, в греческой, например, Септуагинте, один из таких очень известных и очень авторитетных переводов, да, вернее, это не перевод, а писался Новый Завет на греческом, то есть источник. Слово дополнить число нет, то есть ни о каком числе нету речи. То есть тут буквально значение, буквально перевод подстрочный этого стиха читается так, и дано им каждому одеяние белое, и было сказано, им, чтобы они отдыхали еще время малое, пока будут исполнены и товарищи по рабству их, братья их, готовящиеся быть убиваемы, как они. То есть вот такой вот как бы дословный перевод. просто я это к тому, что если мы берем, например, идею, что есть какое-то определенное количество христиан, которые должны быть убиты, тогда мы можем рассуждать о том, что какая-то часть христиан должна остаться живая. Понимаете, в чем дело? если же вот этого слова дополнить число нету, тогда получается, что все братья должны быть убиты. Рано или поздно. Вот мы сейчас для того, чтобы как бы так мы поставим вот в этом месте еще один знак вопроса и посмотрим на следующем занятии параллельные ссылки именно к этому стиху. То есть будет ли убита вся церковь, либо кто-то все-таки останется в живых. У нас вот этот вопрос интересный к 11 стиху есть. Хорошо? Так, 11 стих. Читаем дальше. И когда он снял с той печать, я взглянул и вот произошло великое землетрясение и солнце стало мрачно как лосиница и луна сделалась как кровь. И звезды небесные пали на землю как смоковница потрясаемая сильным ветром как смоковница потрясаемая сильным ветром роняет незрелые смогы свои. Небо скрылось свившись как свиток и всякая гора и остров взбинули с мест своих. И так здесь у нас вырисовывается картина которая описана вот такими вот словами землетрясение солнце почернело то есть мрачно как лосиница это черное солнце стало абсолютно луна сделалась как кровь звезды небесные пали на землю как смоковница потрясаемая сильным ветром то есть мы понимаем опять же что автор использует образный язык для того чтобы показать какие-то определенные события духовного в первую очередь плана которые должны произойти потухнет ли солнце покраснеет ли луна буквально посыпятся ли звезды на землю буквально мы понимаем что речь не идет об этом никак небо скрылось свившись как свиток и всякая гора и остров двинулись мест свои речь идет о каком-то духовном серьезном катаклизме понимаете да то есть какая-то большая такая вот неразбериха какая-то большая паника нету какого-то устройства четкого в духовном мире для тех которые живут на земле хорошо давайте мы пока не будем разбирать каждое из этих слов тем более что здесь у нас мы можем разобрать немножечко образ звезд мы можем немножечко разобрать ветер мы можем разобрать смоквы мы можем разобрать небо что его разбирать и так знают что за небо что такое гора и остров тоже интересно интересные два образа потому что у нас есть ряд стихов параллельно. Например, Иисус говорит, если у вас вера большая, гора может в море войти, и вы можете передвинуть. Если мы буквально воспринимаем это, то у нас нет понимания, мы думаем, что что же мы верим, а горы не двигаются. Но речь не просто о необычных горах, это о духовных горах. Хорошо. И цари земные, и вельможи, и богатые, и тысячи начальники, и сильные, и всякий раб, и всякий свободный скрылись в пещеры, ущелья. Гор говорится о том, что вот этот духовный катаклизм, вот эта неразбериха, вот это нарушение идеологического устройства, по которому живут люди, оно коснется всех абсолютно социальных слоев. И от этого не будет хорошо никому. То есть, от этого будут люди бежать, они будут бояться происходящего. Хорошо. И говорят, кто говорят, вот эти вот цари, вельможи, тысячи начальники, и так далее, и рабы в том числе, говорят, горам и камнем подите на нас, и скройте нас от лица сидящего на престоле, и от гнева агнуться. Очень интересный момент. В 16 стихе говорит о том, что люди, они увидят, они будут понимать, что правда-то приходит на землю. Понимаете, что Агнец, они будут видеть вот это вот присутствие вот этого вот божьего гнева. Они будут понимать, что Бог сейчас вот судит. Понимаете, да? не только Бог-Отец, но и Агнец в том числе. Ибо пришел в великий день гнева, говорят они его, и кто может устоять. Здесь у меня есть параллельную ссылку, показывает на оси, 10 главу, 8 стих. Давайте мы откроем эту параллельную ссылку, заглянем, что там есть. Оси, 10 глава, 8 стих. Есть у вас еще на эти стихи параллельные ссылки в пособие? У вас хапки и арку, вы сказали, пособие есть. Параллельные ссылки должны быть тоже на каждый стих, нет? Нет, параллельные ссылки отразятся. Ну, хорошо. Итак, оси, 10 глава, 8 стих. Давайте еще, может быть. нам уже не очень поможет. Нет, 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 все. То есть, здесь параллельную ссылку они поставили просто потому, что используется вот эта же идиома, да? То есть, скажут они, горам покройте нас и холмам падите на нас, да? В тот момент, когда будут истребляться высоты Алина и греха Израиля. То есть, здесь, кстати говоря, тоже используют этот образ духовной высоты, да? Определенной какой-то высоты Алина. То есть, они будут истребляться. Мы сейчас уже, у нас час времени прошел. Мы сейчас не будем заглядывать в толкование вот этих вот образов гор и высот и холмов. Но мы знаем, вспоминая из книги Даниила одну вещь. Мы знаем, что есть гора Господня, да, Сион, которая называется. Откуда упадет камень и сравняет всю Землю. То есть, он сломает мало того, что вот этого вот истукана, кроме всего прочего, еще и все остальные горы и холмы выровняются. То есть, вот это вот, что это обозначает, давайте мы тоже оставим, вообще-то, вообще говоря, да, на следующее, на следующее занятие. Пока что вот домашнее задание у нас такое. Нам нужно найти про четырех всадников, посмотреть, какие мы можем найти параллельные ссылки вот к этим четырем всадникам, для того, чтобы понять, что это за духи. Давайте мы посмотрим, если, если кто-то может что-то найти по пшеницу, ячменю, елею и вину параллельные ссылки, где вы видите, что слово не употребляется в буквальном контексте. То есть, ну, например, как при тайной вечере, да, то есть, мы точно знаем, что хлеб и вину не употребляются буквально. И такие подобные ссылки. Мы найдем потом между ними, что у нас общее. И порассуждаем над одиннадцатым стихом. То есть, если вы увидите параллельные ссылки к одиннадцатому стиху по поводу, по поводу того, как там церковь вся или не вся должна умереть, то есть, вот это вот тоже. Посмотрите, пока параллельные ссылки просто. Если мы найдем, мы их будем разбирать на следующем уроке. Если вы пришлете, может, что-то новое, то, что у меня, например, нет, было бы замечательно. не будет действовать эти стихи, стихи не превратятся. Последние стихи, она... Подождите, подождите. Давайте возвращаемся в 24 стих, 9 глава Даниила. Даниилов, 9, 24, Медленно мотается. Кто готов, прочитайте, пожалуйста. Сейчас я буду перемотать. Четыре перевода разных, поэтому... прочитайте. Ну, 69. Да, хорошо. поиск в течение шестидесяти девяти седьмин да подождите смотрите по истечении шестидесяти двух седьмин предан будет смерти христос и не будет два раза слова будет используются по отношению к христу не по отношению к седьмине он будет и предан смерти и не будет вы не думаете что речь идет о распятие иисуса христа его воскрешение скажите первое слово будет как кому относятся кто подлежащих то сказано будет к христу относится второе будет почему вы думаете что относится к другому чему-то будет и не будет когда мы говорим будет и не будет мы не думаем о том что они относятся оба слова к одному и тому же к христу но в контексте самих событий когда Даниил исчезает вот этот вот сердце в нем положено к христиану когда он молился в славу и этот адык его отрывает вот это будущее и и и и и и Елена, я считаю, что вы здесь оттолкования слова не будет, просто на его базе начинаете строить целую эту, хотя не будет здесь относиться совершенно явно ко Христу. И это подтверждается советским текстом, переводом. Давайте дальше прочитаем. Давайте. Угу. 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 как в медленном секрете, это не будет осветить. Вот здесь уже опять в это секрете возвращается, утвердит, а не от нас, в полотне, все не предпредит, а не предпочит. Это не привезти к будущему, а будет вверх и в пустыне. Это чек, это будет вверх и остынно обустошение. Кто обустошитель? Обустошитель. Мы связываем это обустошитель Это дьявол, который не исключился. А теперь? То есть вот это вот второе цель. Но об этом опустошителе просто еще выше, в восьмой главе говорится Даниилу, то есть это нельзя говорить, что это дьявол. А кто бы спрашивает? Ну, давайте мы вернемся. Восьмая глава Даниила говорится о том, кто будет вести войну со святыми. И вот, я просто, знаете как, я не хочу вот это такое, я просто говорю, как мы считаем, наслаждение. И вот, там же одни, отрезка, немножечко времени на этом возрасте. То восхищение Христа, это окажется такое, да восхищение, вот, и перестанут во Христа, еще как-то, который может быть, то восхищение этого. И в этот момент мы называем «не будет», определяем слово «не будет», вы говорите, когда вы говорите «мы делаем так», это вы говорите про свою церковь, или про группу по изучению? А, так как в институте учат, понятно. Да. Давайте мы сделаем вот что. Вы можете подробную нарисовать карту, да, то есть вот такую временную шкалу, где начинаются какие события, со ссылками на стихи. Единственная просьба, то есть написать это не так вот на листочке, а прислать в электронном этом виде. Вы сможете нарисовать? Потому что на листочках нам не будет видно через скайп. «Может, да, сканируйте ее, тогда пришлите, мы поделимся, потому что у меня немножко другая картинка, свой вариант, и мы вместе поизучаем все ссылки на этот счет. Давайте следующее занятие вот этому посвятим». «Потому что вот дальше наше, наше исследование шестой, следующий класс, я думаю, что если мы перейдем, как мы больше…» Да, да. Нам здесь нужно обязательно разобраться со шкалами, да, то есть… «Походим сейчас, вот просто листоры будут лисеть, потому что для меня не помнят, я убеждаю, хочу прошить. Может быть, действительно, что-то и дальше». Да, да, хорошо. Единственная вот у меня просьба, прочитайте вот еще раз, я не знаю, внимательно насчет вот этих вот «будет» и «не будет», к кому они относятся, потому что там совершенно это четко написано. Разберите, возьмите какие-нибудь другие переводы, посмотрите как бы вот этот же стих. То есть, к чему относится слово «будет предан смерти» и «не будет»? К кому это относится? Оба этих глагола. Что Христос, Он будет смерти предан, и не будет предан смерти. Вот как я читаю. «А тут не написано и не будет предан смерти». Ну да, здесь «будет предан» и «не будет». У нас слово «предан смерти» опускается во втором четверти. «Здесь просто пророк упускает, не дает нам временем, ничего, 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 ничего. Ну хорошо. «Нарисуйте свое понимание, слово «не будет» тогда. «Нарисуйте». 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 «Я не знаю, а вот…» «Хорошо». «Идиета может не будет, понимаете, это же не просто вот так просто. Это на основании того, что такое базы, это книги и базы, это отходы, это студенка, то что мы читаем в базе, мы видим, что церковь сейчас, это время церкви, это время эры Святого Духа, это время становления церкви, это тело Христа сейчас будет совершенно осеньфинии, последние покоречивания. Израилен, предварительный, родитель нас, или церковь освещается на подобную историю и мы будем слиться». «Давайте мы будем вот эту вот…» «Да». «Нарисуйте» «Временную школу». «По седьминам», то есть вот всю картинку, да, вот все вот эти семьдесят седьмин, да, всю картинку нарисуйте, все семьдесят седьмин, всю картинку по событиям, которые ожидают церковь, ну, как вы видите, начиная с момента Воскресения Иисуса Христа, да?» «И еще, вот еще, значит, на этот момент, церковь и Израиль мы раздевнули, церковь, это не Израиль». «То есть вы не считаете Израиль прообразом церкви?» «Нет». «Нет». «То есть Божий народ, есть два разных Божьего народа?» «Нет, Божий народ, он весь, и Христос с собой убрал только этот ребят. «Ну, вы считаете, что Ветхий Завет, который был заключен с Израилем, это где-то водитель израильтян ко Христу?» «Да». «То есть из ветхих, из плотских людей мы начинаем делать христиан, которые могут быть уже в дальнейшем среди всех народов». «Правильно?» «Да». «Новый Завет, когда уже со Христом?» когда уже со Христом?» «Да». «То есть человеку нужно сначала…» «И принимая обещание Госпитова, мы ходим в тело Иисуса Христа. И вот деревь, вашему щенку, вот этого остатка играла, да, кому он пригодил, и здесь нет цели. Мы можем говорить вот эти пределители нам принято в карте Бога. Вот. «Но сейчас это этот факт, в котором вы говорите, на Васюй Царь, да, он сейчас подпадение одинаково. Сейчас наше и оно кончится с течением цели. После этих событий это седьмая цепина, которая дурки любит, заветный народ и дениров. Именно это мы говорим. «Мы это заключили этот факт, и мы…» «У нас совсем другая…» «То есть будет еще один завет?» «Нет, тот же совет с Иисусом, да?» «Он заключит новый завет со своим народом, Божиим народом». «А мы Божий народ?» «Это тот же через Иисуса?» «Через Иисуса». «Да, то есть это тот же новый завет. И в пятой главе, и в пятой главе он уже выступает как жертва, который имеет полное право взять этот свиток и решить средище, которое действительно закручивает этот завет процессов, они поключат свиток. Они когда увидят, вот вы говорите, что вся правда, почему они не знают? Потому что действительно они увидят, увидят правду о себе, и увидят, кто он видит на свете, того, чтобы он поспел сам. И вот когда он вам выполняет, вот в этот момент эти цели на конец обрежут, и они все способствуют. Они призовут, и не знают, почему они, во-первых, почему при этом так же не способствуют? «Да вот в травении там не делают вывод, там никакой нет, святы. Кроме святы, которые ранят запомнить, или иметь действительность креста. А остальные люди, они вообще не выдающие. Они вот даже в шестой печати видят сидящих в престоле, мы почитаем, что видят стройки на стене сидящих в престоле. Они же прекрасно понимают, что вместо покоя им под ним под ним под ним и на протяжении сегодня мы не в одном месте кроме бога когда вас видели как мы управлялись и так богу и славу богу и они не пословлены а во всеми х ими родящего страны свидетельствуют мужчины вот это светильник вот это светильник и выйдет от него народ в мир это народ хитиль это изоляем чисто изоляем Здесь церкви нет. Какие христиане? Какое тело Христа? Здесь нет. Тело Христа уже восхищено до этого. Оно на небесах, кстати, про любви с Божьей Христом. Потому что Суд будет решаться. Думал Божий. Божьей Христом. И это совершенно не удалось. Это для нас. Для церкви. Для тела. Но мы вместе будем. Но вместе будем и обе. Мы разным жимом. Хорошо. Вот на второй диаграмме, где вы будете рисовать все события, напишите. В какой момент что происходит с Израилем, в какой момент что происходит с церковью. Хорошо? С церковью вот на той. А, ну да, все. Да? То есть в какой последовательности. То есть мы не знаем, например, какой конкретно год или еще что-то. Нам это не так важно. Нам важна последовательность. Тогда можно последовательность. Только тогда мы можем слить что-то. Вот этот. И только после этого. Тогда мы сойдем. А кто уже? Если сам изступил, то и будет. Хорошо. Тогда, если можно, вы можете прислать... Заранее? Да, хотя бы за пару дней заранее, чтобы я все ваши ссылки все прошел. Разобрал подробнее. Хорошо? Хорошо. Со ссылками, то есть вот так вот нарисовали, ссылочка такая-то, здесь ссылочка такая-то. И мы потом все это по всем ссылкам, все пройдемся и попытаемся выстроить общую картинку. Ну, мне нужно думать, и я уже не слушаю вас, а начинаю... Вот тут вот у меня начинает пульпиться, как сказал характеристик, и у меня она настраивает уход. Когда ты себе пишешь, ну или позиции... Нет, нам нужно обязательно, когда случается что-то в разные стороны, тогда нам нужно останавливаться и разбирать материал глубже. То есть мы не можем идти дальше. Нам нужно обязательно сначала разобраться здесь, для того, чтобы мы могли двинуться куда-то там дальше. Хорошо? Хорошо. Ну ладно. Ну хорошо, всем спасибо. Извините, что вот это вчера у меня так получилось, вернее не получилось. Давайте все, в следующую среду тогда также и материалы, то есть если можно посыпать. Спасибо, Вадим. Спасибо, Лена. Да, всего доброго. Вам спасибо тоже. До свидания. До свидания.